В прошлый раз мы с вами остановились на диалоговых окнах Давайте вспомним, что мы с вами успели сделать Мы с вами в методе onClick Которым мы обрабатывали клик по нашим изображениям Создали alert dialog builder С использованием этого билдера задали сообщение Заголовок и cancelable Задали наличие negative button Создали и показали наш диалог В результате мы имеем следующее То есть мы нажимаем на картинку У нас всплывает диалог с заголовком Текстом и кнопкой negative button На ней написано close, как мы на ней написали Но это у нас диалог с одной кнопкой Давайте посмотрим, как добавить еще У нас кроме negative button Могут также присутствовать Мы можем то есть написать Builder Set positive button Сюда мы напишем какой-то текст Пускай будет Позитив Не принципиально Так И соответственно Сюда нужно передать новый обработчик клика Поэтому Я здесь напишу Лямбу Диалог интерфейс Диалог И вторым параметром Edit В чич Вот таким вот образом То есть Давайте еще раз перезапустим Что у нас добавилось То есть теперь у нас есть позитивная кнопка Типа подтвердить И негативная Типа Отмена Да Приложение наше собирается Ждем запуска Ну уже дождались Нажимаем на любую картинку Видим у нас теперь есть Close И позитив Они именно В таком порядке Как он пишет Добавляется Да Ну типа чтоб наоборот Close был На месте Позитив Нет Смотрите То есть От того что я сейчас возьму Например И сделаю вот так Да Абсолютно верно Да То есть Сначала идет Негатив Потом нейтрал Потом позитив Но мы сейчас еще нейтрал Добавили Поменять можно порядок Ну вы можете в другом порядке Их описать Просто вот как раз порядок И описывается их типом Где она находится Вы смысловую нагрузку Можете сделать для нее Любую Настоящую Видите Все равно Close и позитив А если мы в негатив Заберем Что мы там Заберем 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 А если мы запишем Positive То мы поменяем С местами Не 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 Они идут Вот смотрите Ну а если мы здесь Напишем Positive А здесь Close Поменяются Местами Да Ну просто Как напишите Так и будет То есть Негатив Всегда слева Позитив Всегда справа Понятно А еще есть нейтрал Угадали Да Сет Неутрал Баттон Неутрал И как ленивый человек Я скопирую Ламду Вот отсюда Чтобы ничего Там не писать Соответственно Запускаем Так видите А в новой версии Чуть не так Я помню В старых Была она по центру И они были ровно Равномерны Да То есть Три кнопки Мы можем Взять максимум За ними Их расположение Зафиксировано То есть Нейтральное Негативное Позитивное Что Типа 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 Чего Сообразить Чтоб Диалог Выводить Так сразу Ну Отмена Типа Да Нет Отмена Продолжить Типа Что там Делаешь Удаляем Удаляем Копируем Что-то Перемещаем И это диалог Просто частный Случай Диалога Сейчас показываю Вам есть 18 Да Частный Или частный Частный Сейчас мы Сейчас мы будем его обобщать Напоминаю Что диалог Который мы взяли Не закрывается С помощью кнопки Назад Потому что Мы ему задали Сверканцебл Фолус Так Здесь же обработчики В каждой кнопке Обработчик Задается Это первый вариант Диалога Сейчас посмотрим На другой Все тот же самый Alert Dialog Мы можем Использовать Чуть по-другому Мы можем Не задавать ему Кнопки Вот таким вот Образом С помощью Сет позитив Сет негатив И сет натурал Баттон Мы можем Неутрал Неправильно читаю Мы можем Задавать ему Элемент Мы здесь Сделаем вот так Вот Сет Айтемс Сюда передадим Нью Стринг Массив И скажем Не знаю Вася Петя Озер Здесь соответственно Мы сделаем Лямбду Которая принимает Dialog Интерфейс И она же принимает Int Index Что мы увидим в этом случае Вы увидите Такой диалог Который Вы точно Хотя бы Один раз Видели На своем экране Здесь не принципиально Было Имена Вводить Здесь самое главное То что Выглядит Опа Это был сюрприз А я текст Задал ему Да? Еще раз Закрыли Не Не надо Я его не хотел Поплюйте Его закрывать Нельзя Он долго Потом Открывается Я бы случайно Сетмесседж Задал То есть Список Для выбора Вы можете выбрать Петя Когда вы выбираете Элемент списка У вас зайдет Вот в этот Обработчик Сразу же И в Индекс Попадет Номер Выбранного Варианта Здесь Можно передать Любой массив Который Является Массивом Char Sequence Или же Сюда Можно Передать Ресурс Какой Ресурс Значит Смотрите Чтобы туда Передать Ресурс Мы с вами Сделаем Следующее Мы возьмем Вот здесь Вот В Рес Зайдем В В Нажмем Правой Кнопкой New Various Resource Array Аррей Хотел сказать Да Файл Файл Нейм У нас Будет Не знаю Dialog 1 Items Здесь Соответственно Я делаю Такой Кент Кент Называется string array name dialog 1 items я мог в принципе это делать в другом файле значит здесь я делаю item по моему да item и у меня будет там давайте то же самое чтобы у нас было васил петр стефан и как вы сказали тогда будет азер да теперь нам нужно загрузить это в наш список да вот этот вот массив для этого я захожу в java файл оргайте степ лайнер мы имеем activity и сюда просто-напросто задаю так как я там ну ладно r array и она сейчас кому подскажет dialog 1 items вот таким вот образом сохраняем давайте запустим Gradle строит наш проектик Уже устанавливается пока файл Теперь запускаем И видим, что варианты были подгружены Из нашего XML файла Правильно? Какие тут есть вопросы сейчас? Что-то сложное тут есть? Вроде нет Нет Дальше Ставим себе продолжение задачи Наша задача следующая будет такая Чтобы у нас здесь можно было поставить галочку Для этого я делаю не set items А set single choice items Ой, пардон Так Так RRS Есть А, вторым надо параметром выбранный еще передать Вот так вот Забыл за это Теперь у нас будет вот такой дьявол Ну в таком диалоге я забыл показать кнопочки А их здесь надо добавить А их здесь надо добавить, поверьте Потому что я не знаю, как мне теперь ответить Какой из вариантов меня устраивает Да? Теперь смотрите Что с таким диалогом делать, как вы думаете? Когда мы здесь нажимаем на кнопку Здесь вот этот вот вызывается обработчик Видите? Вот это вот Седьмая строка Видите? То есть Когда мы клацаем на какой-то из пунктов Мы попадаем сюда И мы можем прочитать текущее состояние А еще мы сможем обработать нажатие на кнопки Так? Может быть свечом какой-то? Или IF Мы используем тот же самый свеч Можем тот же самый IF Все равно Потом вы можете в диалоге интерфейс Нет Ничего там такого нету Там ничего такого нету В принципе Ну, вам достаточно знать индекс Для того, чтобы достать Так Ну, это все, конечно, хорошо Такие диалоги не особо интересны Ну, единственное, что еще не показалось Что можно задать иконку Здесь еще можно вызвать SetIcon И сюда мы, соответственно Будем передавать ее иконку R Drawable Ну, и, например, Cat1 Да, к сожалению Может не сентрант бы работал Ну, ладно То есть теперь у нас Вот здесь вот Возле надписи Дайлог Вы видите Поставился тот самый котик И мы можем Выбрать, как зовут нашего котика Тоже вариант Тоже вариант Ну, так вот Тут какие-то вопросы есть? Нет 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 А может открыть Скрена Я все, пришел с нами Или где вы там Values А, XML Values, да Values Вот она Дайлог 1 XML а вот теперь мы уже сделаем интересный диалог такие диалоги типичные это скучно да, так и говорю у него на самом деле есть такой метод который называется setView вот это хороший метод соответственно раз у него есть метод setView то давайте мы сделаем следующее просто для теста мы с вами сделаем textView tv равняется new textView потом этому textView мы сделаем setText и напишем на нем true la la и через setView я тогда передам tv запускаем запускаем как видите как видите задавайтесь к чему я веду абсолютно верно мы можем туда запихнуть layout поэтому мы вот здесь вот сделаем новый layout ресурс файл в качестве рута я буду использовать лайнер layout name у нас будет диалог layout так значит из чего у нас будет состоять диалог layout так где мой текстовый вариант я не люблю так где мой текстовый вариант я не люблю мы зададим потом мы в него положим потом мы в него положим так как нет 25 мало 35 ой 75 вот такой вот высоты мы сделаем мы сделаем layout margin top 20 EP и сделаем 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 ей и сделаем и соответственно и соответственно вот такой вот background в принципе более чем достаточно для того чтобы уже оно у нас было и давайте попробуем этот layout добавить нашему диалогу вы можете сделать любой layout я просто делаю чисто сугубо для того чтобы показать такую возможность ну а мы соответственно перейдем ну давайте еще здесь android текст добавим потом еще раз да так соответственно как загрузить этот layout файл сюда это делается так layout inflator 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 равняется this get layout эй что это было get layout inflator потом мы делаем так ну вот здесь вот там где set view да то есть тексту нам больше не надо там где set view мы будем задавать view поэтому я делаю так там liner layout корневой да liner layout layout равняется inflator inflator r layout диалог layout вот так а все вспомнил тут одного параметра не хватает вот так ну и теперь привидение типа так ну и теперь привидение типа все set view layout вот ну и чтобы его можно было закрыть давайте сделаем здесь через builder set negative button мы на ней напишем close и здесь сделаем new on click list запускаем ну опять в вот вот Так, уже должно запуститься было Похоже? На то, что мы написали в layout файле То есть, что написали, то и получили Теперь я хочу вот здесь задавать текст же на этой вьюшке, правильно? Которую я там имею Я специально сейчас делал вот так вот То есть, я получил корневой лояут Чтобы этого лояута Вызвать метод FindViewById Соответственно Назначить вот здесь id AndroidId tvdlg И тут соответственно r id tvdlg И у нее Вызвать метод, например setText Так, здесь для того, чтобы это сделать Нужно сделать приведение типа Поэтому надо делать вот так Создать текст, создадим текст Hello World Интересно работает здесь Инстантран Автообновление Автообновление И выбери компиляцию Да Сейчас увидим, интересно будет оно здесь работать или нет 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 Уближу к той или иной пиздой еще давно Да А, ты держишь 17 А, да 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 И тогда нам просто надо будет так Кастомно закрыть диалог По нажатию на эту кнопку Понятно? Угу То есть идея как делается кастомный диалог Всем понятна? Да Вместе с этим обратите внимание на вот эту запись То есть загрузка элементов из лаяутов Осуществляется с помощью специального объекта Который называется Layout Inflator С помощью метода Inflator Понятно? Угу Замечательно Еще раз Да Вы пробуйте сделать свой диалог Сейчас я вам хочу рассказать Про некоторые виды вью Которые называются Адаптер вью Зачем нам надо? И что это такое? Давайте я сначала чуть-чуть про иерархию классов Расскажу Так, для этого про mpaint У нас собственно говоря есть такие вьюшки Которые называются адаптер вью По иерархии классов они находятся в следующем месте То есть Самым Я думаю понятно Что корневым классом для всех вью Является класс Просто вью Да? От класса вью У нас есть такой наследник Который называется Вьюгрупп Вьюгрупп Да? От вьюгрупп Есть такой наследник Который как раз таки называется Адаптер вью Так Я наверное Вот так писать не буду Я вот так буду писать Адаптер Адаптер Собственно что такое адаптер вью Это такая разновидность вьюшек Которые связаны с каким-то массивом Или списком данных То есть Имеют какую-то модель Для отображения И отображают ее в виде дочерних элементов К таким вьюшкам Относятся классы Лист вью Я буду писать просто первое слово Лист И в Лист вью Грид вью Грид вью Спиннер Просто спиннер Спиннер И Галерея Кроме того сюда еще относятся Так называемый Ресайклер вью Но это отдельная история О нем мы еще поговорим Это достаточно новый элемент Который дает просто Очень много возможностей Так сказать Очень удобная вещь Соответственно сегодня Мы познакомимся с первым Из вот этих вот классов А именно с Лист вью Что такое Лист вью Это просто Список чего-либо Так, тут понятная идея? Хорошо Соответственно Давайте мы этот Лист вью Создадим Создадим его прямо в разметке Главного Активити Куда бы мне его добавить Я думаю можно вытереть здесь все Согласны? Ну Нам в принципе здесь уже ничего не надо И здесь Я сразу же добавлю Такой элемент Как Лист вью Лист вью у нас Является По ширине Как Родитель А по высоте Я поставлю в Глав Контент То есть сколько будет контента Столько и будет он у нас Заполняться Простейшим способом создать Лист вью Является Способ задать ему Эм 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 Во первых Мы подправим Так Здесь у нас вот талaks создается А Это Онклик Можно удалить 顢то На удалит я думаю Так Регистр контекст меню Это все мы отсюда убираем сейчас И уберем здесь имплемент Вот это нам тоже не надо Есть Все, мы сократили нашу вьюшку Давайте запустим Как видите, у нас просто получился список из элементов Так? Собственно, вот в таком виде То есть просто взять и вывести список из массива Это, конечно, хорошо Но малофункционально То есть такую задачу выполнить весьма несложно было бы и без Адаптер вью Собственно, что такое вообще адаптер Рекомендую себе это где-то как-то Ну, вы дома это отметите, посмотрев видео Адаптер это специальный класс Который связывает элементы отображаемого на экране Ну, будем говорить так, списка Подразумевая, что это может быть и вот такой список Это может быть и grid view То есть сетка В которой есть элементы и gallery В которой у нас картинки С источником данных Которым может служить массив или список Или коллекция Давайте вот так Коллекция Потому что список Все-таки мы будем подразумевать именно тот список Который виден на экране Простейшим случаем Такого адаптера является уже встроенный Класс Который называется array adapter Собственно, сейчас я вам хочу показать Как раз таки, как с ним работать То есть list view, я думаю, достаточно просто Но как в него запихнуть что-то Это уже другой разговор Давайте в нашем классе activity Мы объявим здесь массив стрингов И назову его cats Сразу скажу, что он будет new string array И туда мы сделаем код Вася Код Олег у нас будет Ну и давайте код Петя Где у нас Стас? Ктас, да Я не знаю, почему у меня так получается Последность нажатия клавиш Хромает Ну так вот, это есть Кроме того, мы здесь сразу объявим list view List view List view Я думаю, пойдет А, как только мы загрузили на Ой Наши activity Мы сделаем, что наше List view равняется Find view by id R И мы ему айдишник не дали Но я ему сейчас дам Айдишник Лист v Вот таким вот образом Так, соответственно Лист view у нас где? В main activity должен быть Вот здесь я ему назначу Вместо entries Так, я ему назначу сейчас Айдишник Назначили мы айдишник Так, на что жалуются? А Хочется вот так Чтобы в нем ничего нету Поэтому делайте вот так Так, есть То есть мы ему задали айдишник Теперь давайте мы С использованием этого айдишника Будем работать уже здесь Значит Array adapter Предназначен для того, чтобы связывать Массив элементов Которые можно привести К стрингу То есть у которых перегружен Оператор toString Да, вернее Метод toString К Массиву textView Грубо говоря То есть К какому-то списку Состоящим из Элементов textView Или же элементов Которые можно привести К textView Потому что он будет приводить То есть можно использовать Любой наследник textView В качестве элемента данных Для нашего списка Давайте создадим новый ArrayAdapter Делаем ArrayAdapter В качестве данных Которые приводятся к стрингу Мы будем использовать Стринг Да Назовем его Адаптер, например И скажем, что он равен New ArrayAdapter Стрингов Сюда мы передаем Контекст Контекст ему нужен Для доступа к базовым функциям Таким как FindViewById И тому подобное В качестве контекста Мы передаем This И дальше Вторым параметром Нужно передать Ресурс В качестве ресурса Мы используем Одну из стандартных Viewшек Android Android .R .ID Здесь есть такая Simple ID, простите Layout ID Пишу Потому что нету Какого-то Simple ListItem1 Это просто Что он из себя представляет На самом деле Самая обыкновенная TextView По большому счету Последним параметром Мы сюда зададим Источник данных Это наш массив 5 И для нашей ListView Мы вызовем метод SetAdapter Передав туда Этот адаптер Вот таким вот образом После этого Запускаем Наше приложение Так, ждем Пока оно запустится Но еще Компилируется На данный момент Как видим У нас получился Элемент Нашего Массива Здесь Да К слову Просто К слову Пока я помню Мы можем Массив загрузить Кстати Сюда Из вот того файла Который мы делали Да Который мы называли Dialog1Items Каким образом Загружают массив Например Вот так вот String Massive S Равняется Вызываем GetResources Будьте здоровы Да GetStringArray И сюда Передаете R Array То есть Вы можете Получить Массив Из того же Файла Кстати Пока Мы далеко От этого Не ушли Я тоже Вам такой момент Хотел показать Понятно? То есть Это если Вам нужно Начальный массив Где-то хранить Вы можете Хранить его В файле Ну я так Делать не буду У меня Начальный массив Хранится сейчас Прямо здесь Дальше 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 Мы можем Назначить ему Обработчик Клика на один элемент ListView Set On Только не ClickListener А OnItem ClickListener Вот он New OnItem ClickListener Видите Для любых AdapterView Это применимо В свою очередь Сюда приходит Parent Под Parent Понимается что? Под Parent Понимается Сам элемент ListView В котором Произошел Клик Понятно? Ну если быть точным То AdapterView Потому что это у нас Может быть Не только ListView ПодView Подразумевается Сама View То есть Сам вот этот Вот один элемент В нашем случае TextView На который Произошел Клик Понятно? Position Это у нас Номер Нашей View Вернее не Вьюшки Нашего Источника Данных То есть У нас Есть Исходный Массив Вот Cats Вот это Индекс Массива Cats На который Был Произведен Клик Понятно? И ID Это ID Нашей View Обычно Вот эти Два Параметра Имеют Одинаковое Значение Теоретически Они должны Иметь Возможность Иметь Разное Значение Но практически Я еще Такого Случа Не Встречал Поэтому Скажу вам Что они Зачастую У нас Равняты Все таки Принято Вот это Position То есть Индекс Массива А это ID На Кулешке Так Простите Чуть Орла Садится Давайте Мы здесь Сделаем Пока что Просто Давайте Вот так Вот Alert Dialog Dialog Builder Получается Builder Равняется New Alert Dialog Builder Сюда Перемь По-моему Здесь Да Правильно Здесь А Context Get Ладно MainActivity Здесь Вот так Сделаем Вот таким Вот образом Поступим Так Сделали Builder Сделаем Builder Set Этот Самый Title Title Мы Зададим List Item Clipped Зададим Set Message И Под Message Мы Сделаем Что Мы Выведем Просто Cats С Индексом Position Дальше То есть Кота По которому Кликнули И Соответственно Здесь Добавим Просто Set Cancelable Поставим Значение True То есть Чтобы его Можно было Закрыть Просто Нажав На кнопку Назад Так У нас Instant Ан Работает Интересно Я Отмен Почти А Да Фу Конечно Я же не сделал Очень важные вещи Builder Create Show Автообновление У нас Конечно Жен Не Так Ложно Быстрее Перестраиваться Так Как видим У нас Что Выводит Здесь Петя Здесь Выводит Вася Здесь Выводит Олег Какие Тут есть Вопросы Вопросов Нету Да Теперь К слову Наверное Должен Возьмут Вопрос Как Допустим В этот Список Элементы Добавлять И удалять Да Давайте Ваптент Hacked 50 Д케이 В него Мы Добавим Edit Text Витс Я Ставлю Вап Контент Здесь Ставлю Матч Паррент Но Я ему Добавляю Android Weight в единицу то есть он у нас будет растягиваться и добавлю сюда баттон баттон по ширине в раб контент по высоте матч парент так айлайн в лайоту задал что в раб контент надо было матч парент думаю что это не то матч парент вот так вот она должна была быть так на кнопку мы добавим текст на текст у нас будет написано ADD на кнопке вот таким вот образом в edit тексте я добавлю ему бакграунд чтобы его было видно бакграунд решетка ccc такой светло-серый у нас будет элемент для ввода есть то есть вот такая вот собственно формочка для добавления у нас будет добавим IDшники нашим элементам ID edit text будет new item текст а здесь будет IDшник add btm так ну лайоту я задам orientation как положено указать явно orientation горизонтал как оно собственно задалось само но тем не менее так тут понятно то что я сделал хорошо хорошо давайте мы соответственно получим их из main activity для этого я здесь предусмотрю собственно сам edit text для баттона мне не надо будет edit text и тут соответственно я сделаю следующее edit text равняется find view by id r id и соответственно здесь просто получу баттон btm равняется find view by id r id add btm для btm мы назначим только ниже ниже для btm мы назначим обработчик события что ж такое set onclick listener и в этом он клик-лист мы сделаем следующее сделаем адаптер add добавить в адаптер да и добавлять мы в этот адаптер будем что мы туда будем добавлять list view edit text edit text get text так что я пропустил ну и этого мало на самом деле то есть если я запущу данный код на самом деле ничего происходить не будет поэтому здесь еще неплохо написать адаптер и есть у него такой метод который у нас называется notify data set changed сообщить о том что дата была изменена для того чтобы list view наша перерисовалась понятно оп запускаем вот наше view давайте в него введем труляля нажмем add отдал дэ подчеркал здесь вверхал и интерфейс изглазы да и а дэ подчеркал вот вверхал убежал вверхал и убежал убежал что мы думаем что он высыпался сейчас уберем такую гадость которая у нас справа зайдем в LOCK давайте мы здесь удалим поиск что дарится до самого низа и посмотрим а ну конечно я же использую обычный массив правильно а если я использую обычный массив значит у него нельзя добавлять вот так вот элементы поэтому я должен использовать здесь arraylist string который будет у нас new arraylist понятно вот так уже сделать будет нельзя но нам для начала это и не нужно правильно так а это у нас будет так как arraylist то вот здесь мы уже не сможем обращаться вот так нам нужно будет писать get по позиции по позиции так вот теперь давайте запустим теперь берется заново потому что у нас вылетела в ошибку введем сюда текст нажмем add видим текст добавился введем сюда введем сюда еще какой-то текст что ну это особенность того какую мы вьюшку здесь используем ну так вот что я хотел дальше рассказать как раз вы в точку заметили что сейчас у нас это имеется обычная стандартная текстовая вьюшка абсолютно не оформленная здесь читать текст в нашем случае мягко говоря правда поэтому мы должны с этим с вами что-то сделать значит как мы будем с этим бороться очень просто в layout я добавлю новый layout resource файл назову его list view item xml теперь на что я хочу обратить внимание давайте мы зайдем только не вот в таком виде в project в source android или вернее rc resource сейчас еще надо вспомнить где оно лежит здесь здесь то аидишники будут а мне надо именно ресурсы будут res rc 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 текст сайз и текст колор текст сайз у нас были 20 спи давайте даже 40 да color текст колор у нас будет решетка 4 я думаю нормально да дальше так давайте я буду переносить на следующую строку а то это читать нельзя да мы зададим ему text element center вот таким вот образом вот такие у нас будут элементы потом я вот это вот уберу чтобы у нас был изначально пустой и вот этот вот list view item я и буду использовать в нашем main activity в качестве ресурса одного элемента так и он у нас вот здесь задан стандартный видите а мы здесь возьмем из используем не из стандартных андроидовских а используем r layout list item который мы только создали да перезапускаем наше приложение есть наше приложение перезапущено теперь давайте подобавляем элементы как видим элемент выглядит именно так как мы с вами его и оформили все так же на нем реагирует клик что вы а вы за дизайн чтобы она не здесь какой-то вопрос задавайте если мы сейчас еще раз добавим текст на четвертым станет вот так вот проверить что введено если оно пустое то не добавляет надо просто там где вы добавляете проверить длину текста а вы заметки без листвию должны сделать но вы считываете значение из поля если оно пустое то игнорируете еще раз вопрос на самом деле можем да еще учитывайте особенности так сказать в чем может быть у вас дальше проблема вам потребуется кастомный адаптер для того чтобы сделать кастомный действительно вью а пока что мы как делать кастомный адаптер с вами не разбирали давайте просто сделаем возможность удаления я пока просто показал кастомный и сейчас мы вернемся к стандартным вернее к одному и стандартно но с возможностью выделить элементы handler при sales мы здесь добавим кнопку dead saved самый низ нашего лайаута лучше галочки мы сейчас сделаем галочки Смотрите, что мы с вами сделаем. Мы в качестве элемента будем опять же использовать один из стандартных. Давайте сразу увидим, что это такое, чтобы вы поняли, зачем мы это делаем. Я потом посмотрю, в какой они папке лежат, потому что, честно говорю, не помню стандартные. И вы увидите, что они из себя представляют. По сути, такие же layout файлы. То есть, вы видите, здесь у нас теперь есть что? Ну, понятно, что клик на него у нас обрабатывается. Это надо будет убрать, так сказать. Но у нас появилась здесь галочка. Чтобы она у нас выделялась, мы там, где мы нажимаем, сделаем следующее. view. Сетчект. Трое. Ну, мы view приведем в этом случае к... Also... У нас будет шкафет. И у нас было шкафу. я пишу через а и естественно у меня его не этот самый не распознаю так давайте вот так попробуем запустить хотя он сейчас не будет работать я неправильно делаю сейчас как раз покажу как надо надо просто кое-что добавить в самом листву для того чтобы все работало как надо а здесь вероятностью 70 процентов не будет да это к подумал что она сейчас высыпется потому что у нас view все-таки содержит в себе и текст view и соответственно вы поняли значит что нам нужно добавить в разметки самого лайота чтобы он поддерживал такой режим где нашли ствю вот он у него есть такое свойство которое называется choice multiple то есть множественное выделение чтобы поддерживалось то есть теперь мы сможем ставить галочки ну наверно возникает вопрос как эти галочки опрашивать правильно поэтому мы сейчас добавим здесь вторую кнопку сюда шириной в раб контент высотой match parent и на ней я сделаю android текст вот так вот пойдет соответственно у нее будет айдишник какой нибудь в частности у нее будет дл бтн есть теперь соответственно переходим в мейн активити мы сделаем здесь сейчас кнопку btm да будем сейчас проходиться по ним и удалять не нужно соответственно здесь мы будем получать дл бтн так и на него тоже назначим об рабочих событиях здесь я пойду по пути наименьшего сопротивления ctrl c ctrl v здесь у нас будет дл бтн вернее бтн дл значит теперь к слову о вопросе как получить соответственно выбранные наши элементы для этого мы объявляем sparse boolean array равняется наш стекл здесь мы выбираем list view get checked item positions это если одна штука далее мы здесь сделаем Делаем for int i равно 0 и меньше чем array size i++ и я сделаю так если array get it с одним элементом то просто а их то у нас сейчас много надо удалять и индексы у них будут меняться смотрите если я его удаляю адаптер не remove только insert вставить add добавить удалить удалить кроме remove какое слово может и remove но remove это по значению забыл как по индексу пока пауза этот очень простой называется remove add только что то он его не увидел часто ну подключать не надо просто надо наверное не из самого адаптера удалять а из исходного массива это наш массив cats вот он по индексу remove и соответственно нам после этого всего надо будет еще обновлять вьюшку в конце но вот тут вот не совсем хорошо я сразу сделаю здесь вот так вот что кроме i равное 0 у нас еще есть j равное 0 и с каждым разом я еще буду делать j++ зачем я это буду делать когда я буду делать remove да у меня в массиве будет становиться на один индекс меньше поэтому в этот же случае я буду делать j++ вот так вот и соответственно у адаптера я должен вызвать обязательно метод notify data change вот таким вот образом это сделаем и давайте запускать должно работать и сейчас с нуля же компиляция после ошибки проходит пересборка быстрее комплинирует если была запущена добавляем отмечаем удаляем давайте подобавляем несколько штук ну потому что это значит по умолчанию вьюшка используется удалим вот этот и вот этот но она их удалила просто чеки остались да она запоминает индексы где были чеки поэтому после удаления нужно еще и сбрасывать состояние выделений так так как то оно так делается ну это один на этом выделить так это состояние чтобы сбросить все ну ладно сделаем хитро list view set item check и false то есть мы сбросим сразу все выделения при этой процедуре дополнительно и запускаем запускаем если она еще шустрее на эмуляторе работала чтоб цены его не было так запустилась мы здесь добавим one добавим здесь андроид здесь так выделять нельзя добавим здесь two добавим здесь three добавим здесь four добавим здесь four да оно как вы хотите так и пятерку добавлю давайте удалим пятерку three и one нажмем удалить нажмем удалить и пятерка осталась все вы и ван удалились то есть она добавили еще шесть семь да нет у него другая проблема она просто до него не дошло в вопросе по какой-то причине то есть я делаю сейчас delete семь и семерка то есть последний остается как вы видите то есть именно последний так здесь вот я думаю меньше либо равно ну а resize пробуем а стойте все очень просто когда мы убираем черт у нас меняется состояние массива правильно поэтому я сделаю for вот здесь вот int i равно нулю все так же и меньше чем то есть array size и плюс плюс только вот этот array size я получу заранее int равняется array size и в принципе это можно просто было бы здесь здесь ctrl x просто вот здесь получите отца и заранее здесь используется lts вот таким вот образом здесь а все так же list view set item checked фальс это что из их удалить а я его не убрал да я думал я его просто оттуда удалил сейчас вот таким вот образом надо было какие-то начальные данные в массив запихнуть давайте 7 5 6 9 а теперь допустим удаляем 5 6 должно все нормально быть 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 ай ой это же просто подождите он просто содержит он у нас разряженный идет Да тут дело в чем получается В этом Sparse Bullion Array Когда мы его перебираем У него есть ключ и значение Но E и Y здесь не подойдут На самом то деле Я просто сразу об этом не подумал Здесь надо оставить Array Size Он просто меньше Он меняется Array Size Каждым разом Здесь даже if не надо В принципе делать Здесь нужно просто брать и удалять тот чей индекс В этом массиве Массив у нас называется Array Соответственно у него есть такой метод KeyAdd И сюда нужно передавать И Вот это будет правильно Но Да с каждым удалением у нас получается Здесь надо делать Минус Йота Вот так Будет правильно Ну просто смотрите Если у нас будет один элемент Мы удалим У нас индексы в исходном массиве будут смещены Вот в чем проблема Спарсеры он разряженный Я забыл за это Есть давайте что нибудь Еще что-то подлиннее И самое длинное Ударим первое и последнее По крайней мере попробуем Так На что он жалуется Нидекс минус А даже минус й Не надо И здесь тоже шкает Ой Ой Мне уже кажется что проще было бы переписать массива А потом присвоить его обратно Так сказать Какой раз все имеете Какой раз все имеете Какой раз все имеете Какой раз все имеете Да Да Сейчас ему опять скорее всего где-то индекс не нравится Еще раз Пока с массива что-то слепишь Да на самом деле да Если честно Если честно говорить Из базы данных проще Ну выпадает сейчас В ошибку И все И все А тут не суть Суть не в том Из лист view По большому счету Удалять здесь Это одно дело Здесь больше проблема Сейчас с удалением Из самого массива Правильным То есть смотрите Ну давайте я здесь просто Влог выведу Лог Лог точка в И здесь я сделаю что ArrayToString Так это не техно Оборот техно Сначала Ну и здесь будет допустим Просто так После этого мы запустим Я просто расскажу идею Потому что что-то я сам запутался С этими массивами Давайте на понедельник Это я знаю Там просто еще вопрос По одному их удалять проще Просто сейчас я пытаюсь удалить Сразу много И так самое Да С массивом это не весело Соответственно вот я нажал две Сейчас все равно удаления никакого нет Сейчас просто логи будут идти Так есть Надо переключить на вербосс Да И вот он видите Нулевой И первый Да А если я сейчас Пытаюсь Здесь например Добавить еще Несколько И допустим Вот сюда поставить И нажать Делит То вы видите Нулевой Первый Четвертый То есть Оно передает Только те Индексы туда Которые нужно Использовать Видите Нулевой Первый Четвертый Согласны Еще раз А удаляет У нас проблема У нас проблема именно с удалением Из самого массива Физически То есть это чисто Ну Базовая логика У меня просто что-то Что-то я сейчас Туго чуть соображаю На самом деле То есть задача просто Удалить эти индексы Из массива Получить индекс Можно используя Индекс То есть вы перебираете Исходный массив Запрашиваете Индекс И получаете Нужный элемент Можно сделать Здесь в принципе Вот так вот For Sparse Более Array Забудь Какой у него Entry У него Entry По-моему Мапа Не суть Важна Так Сама идея Тут понятная То есть Если я здесь Попробую Циклом Перебирать Этот массив Вот допустим For Int И равно Нулю И меньше Нашего Ar Size И плюс Плюс И что мы Здесь Сделаем Мы Здесь Сделаем String Value Of Array Key Add It Вот таким Вот образом Перезапустим Есть Добавим 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 Ну вот Какие то у меня Отмечены Я нажимаю Delete Вы видите Туда попадает 0,1,4 Так Соответственно Что я хотел Когда я удаляю Из массива Элемент Правильно То в нем Индексы Перестраиваются Поэтому я хотел Отнимать Количество Уже удаленных Элементов Еще раз Проверять Перезаписывать В смысле Проверять Перезаписывать Ну типа Какие остались И просто Менять Тоже В принципе Вариант Проблема Получается В чем То есть Давайте Попробуем Еще раз Написать Здесь То есть Наш Исходный Массив Как он Там Называется Cats Да Cats Remove Я вот так Делаю И Минус Йот Чтобы Индекс Уменьшался Здесь Изначально Йот Присваиваю Ноль Здесь Сделаю Йот Плюс Плюс С каждым Разом Так У нас Получается Какая Идея Когда мы Удаляем Элемент Да У нас Получается Что Индекс В исходном Массиве Должен Быть Меньше Потому Что Все Элементы Съехали Влево Так Только Здесь Не И Соответственно А Вот Этот Вот K Et Теоретически После этого Должны Удаляться Нужные Элементы Я делаю Один Ой Один Два Четыре Один Потом Два Три И Четыре И Хочу Например Удалить Один Два И Четыре Третий Хочу Оставить Теперь Нажимаю Делит Третий Остался О Замечательно Это Замечательно Только Чтоб Все Не Работало Теперь Все Заработало Потом Я Сделаю Еще Один Такой Же Цикл В Котором Я Поснимаю Выделение В Котором Я Сделаю List View Set Item Checked Хотя Я думаю Наверное Это Лучше Сделать Заранее Потому Что В нем Алиментов Сейчас Меньше Set Item Checked Соответственно Array K Add Ita И False Запускаем 1 2 3 Сейчас Просто Останутся Те Выделения Которые Были Потому Что 1 2 3 4 Я Нажимаю Delete Все Снялись Вы Видели Только Что Да Теперь Уже Не Будет 3 Ну Для Структуры Еще Не Очень Хорошо У Нас Надо Отделять Данные От Самой Activity Почему Потому Что Вы Банально Поворачиваете Экран У Вас Activity Пересоздается Вот Это Уже Намного А При Чем Здесь Это У У У У У У У У Старая Activity Удаляется Из Памяти И Новая Открывается Так Это Не Или Так Это Всегда Так То Есть Вот Я Удаляю У У Меня Что Лишнее Удалилось Да То Идея Какая Вот Я Добавлю Например Элемент Сейчас Да Теперь Я Сделаю Поворот Экрана И У У Меня У У У У У У Нету Ни Одного Элемента Снова Добавлю Три Элемента Например Снова Делаю Поворот Экрана Где Поворот Экрана Я Потерялся А Не Влезло Все Я Понял И Опять И И Да Заново Отрабатывает Uncreate Уже Сработал Удаление Activity То есть Не Нужно Хранить Данные Будет В самом Activity Это Очень Очень Неправильно Это Видео Хочется Отмечая Поворачка Не Ну это Тоже Решение Там Тоже Где-то Сейчас Ошибочка Была Какая-то Но Базовая Идея Осталась Неизменной Тоже Продолжение следует...